Субтитры делал DimaTorzok Слушать эту красоту Наконец-то Вместо дождик пошел Красота Спросила у Дени Как скаррит У нее температура выше, чем у меня была Мне говорит, болит горло У меня горло совсем не болело Совершенно Так что Даже не знаю Всем привет Сегодня 15-е Я даже не знаю, какое число Сегодня 15-е Воскресенье Я вышла на волю Но видите Во всей красе Габриэла голодная Дени сейчас пошел в магазин Разогрею голубцы Что у нас на данный момент Я уже разгорела голубцы Габриэлу Отдала Я только сегодня Вышла Вышла из комнаты Реально это все Стояние Мне понравилось стоять в комнате И отдыхать Я посмотрела свой сериал Очень много его не закончено Но много-много серий Просмотрела То мне как бы это понравилось Но с другой стороны Это все фельдкино грамотно Сейчас Скарли до сих пор температурен В общем, она приносит тяжелее, чем я Я бы сказала Потому что У нее как со вторника температура Мне и горло болит И она кашляет Прошлой ночью она кашляла Всю ночь Я не могла спать Потому что она продолжала кашлять Ну, явно ей Нелегко Удается это время Горло болит Глаза такие отекшие Даня говорит, что До этого они были красные у нее Уши болели Ну, в общем, все-таки Какие-то симптомы Все подряд, вы понимаете И плюс кашель Габриэлу Он где-то дня 3 У него была небольшая температура Как у меня И все После этого все прошло Скали до сих пор Держится Я позвонила в школу В пятницу И, в общем, ей Сказали, можно возвращаться 23-го числа в школу Если у нее Не будет температуры Я не знаю, как это все работает В тринити сказали Она может возвращаться Аж 30-го числа Я говорю, только у нее Горю, уже давно нет температуры У нее уже 3 негативных теста Они говорят Сделайте еще раз тест И тогда она может возвращаться В тридцатом Короче, отсчет идет Дебилизм Меньший Что я вообще не понимаю Как это Если она самая первая У нас, которая была С этими болячками Мы не уверены Как бы У нас план был Сделать тесты Всем остальным Детям Понедельник Ну, реально Я, как бы Мы уже теперь Не хотим их везти Потому что Они сами Нифига не знают Эти подсчеты Вообще не имеют Никакого смысла По-моему, мы уже Все переболели И главное Чтобы Сказали Это уже поправилось И все Ну, короче Как-то так Я, наконец-то, вышла Помыла посуду Дюлета сейчас Работает над стиркой Мне надо свою стирку Делать Короче, пытаемся Обращаться Много к жизни Чашек Заскучился по маме Синяяя И мама И ляля Так я бы тебе тоже Попочки заскутилась Так сильно Два Два Так что Как-то так У нас нет У нас нет У нас нет У нас совсем не дало Дождь пошел Теперь солнце На все Духота Наконец-то вышла я. Мои помидорки огромные. Здесь вода не дошла. Пойду проверку устрою. О, у меня маленькие красные помидорочки. Ой, хорошие, боже. Красавчики, красавчики. Таня говорит, нам надо сейчас больше есть вот такие фрукты, овощи, все такое. Это помогает также с выздоровлением. Так что надо собрать. Хоть дождик палил, уже отлично. За этого на отца не надо. Ого-го, как я круто вырвала окру. Выломала целый этот сам. Ничего себе. О, у меня тут уже крючка есть. Ой, там. Мама говорит, что некоторые, которые я вырвала, даже порезать не смогла. Пришлось выкинуть. Да, это тоже, наверное, такая же выглядит. Пытаюсь открутить. Боюсь опять поломать. Стебель. Вот. Девяокры мои. О, тут у меня кое-что. Ха-ха-ха. Вот это. Вот это бомба. Вот такие у меня урожаи. Ай, вообще, этот год не огородный. Если нет времени, то что-то не то происходит. Привет, друзья. Это уже следующий день. Шестнадцатый. Боже мой. И говорит, надо следить за этим. Все-таки счета не ждут. Мне надо сегодня счет оплатиться. Ой. Я вчера поняла, что я обещала кое-что Роману. И я извиняюсь. Я просто потеряла счет дня. Лидия, я поздравляю с днем рождения, с опозданием. Я извиняюсь. В общем, это особенный год. Особенный год. Да. В общем, что происходит у нас. Как видите, я уже в машине, потому что я теперь за главной. Почему я за главной? Потому что я не поднялась температура прошлой ночью. И теперь он в изоляции. Ну как, он все равно как бы выходит в маске, в перчатках. Потому что до сих пор, как бы с одной стороны, да уже мы все переболели, ну его нафиг. Но с другой стороны, у нас нету как бы сто процентов гарантии, что младшие дети все-таки переболели ковидом. И если они сейчас заболеют, ну это просто капец будет. Просто капец, потому что с калией до сих пор в температуре. Со вторника у нее температура. Как будто сейчас она как бы спустилась. Да и не большая температура, как у меня сейчас. Вот знаете, вот самое, вот это, такое ощущение, как бы, как бы больной. И вот это такое противно, вот это, башка трясет. И тело ломит, вот это все. Ну, с чем сейчас он через это проходит. Габриэл нормально, он продолжает кашлять, но температуры у него уже нету пару дней. И у него была тоже небольшая температура. В общем, на данный момент это скалит, кто хуже всех как бы, ну, все равно как бы в легкой форме, но все равно хуже всех переносит. Я только что ее покупала. Короче, скрещиваем пальцы за малых. Потому что я не знаю насчет них, как и что. Почему я выехала? Сейчас у Джульетты она между классами. В общем, она смотрит младших. Я еду, во-первых, мне надо лекарства от Релити взять. Аптека мне звонила. Потом надо купить экстраградусник. Потому что сейчас мы между то Дэнни и то Скалит. Пусть будет каждого по градуснику. И куплю что-то поесть. Так что у меня маска здесь. Я еду. Я, по идее, уже давно не зараза. Я, честно говоря, просто не доверяю этой болячке и то, что люди говорят. Я не хочу этой заразой делиться с другими людьми. Так что у меня и перчатки, и маска со мной. И я пока буду ходить в маске. Чисто потому, что я не знаю насчет себя. Я, как бы, не хочу вред приносить людям. Ну, это капец, конечно. Честно говоря, я реально, как бы, на данный момент. Плюс этому всему, что у детей будут антитела. И, по крайней мере, скажем, хотя бы три месяца. Может, не надо будет сильно волноваться за то, что они могут заразиться. Ну, с другой стороны, так как это забирает время столько всего. Это, ну, хоть это начало дня не посреди года, да. Ну, то есть начало учебного года не посреди. Я надеюсь, что они немного пропустят. Ну, в общем, вот такая ситуация у нас на данный момент. Сегодня Ира должна пойти и приехать, завести мне зеленый борщ. Всем спасибо, кто за нас молится и думает о нас, поддерживает. Спасибо большое. Я реально сейчас, вот, все моляющиеся люди, если вы можете помолиться за Скаллетт, мне, вот, реально, хочу увидеть, что она, что ей легче. Вот, потому что последние пару ночей, она вообще, ей трудно было спать. У нее не просто кашель, у нее сопли не дают ей спать и температуру. Так что, да. Ладно, поехала я. В общем, лекарства я уже взяла. Также, что еще я взяла? Купила то, что у меня было вон, мальтигран сник, то все, да. Но приезжаю уже к Макдональдсу, потому что Скаллетт захотела Макдональдс, и я хочу, чтобы она ела. Дени, купи диффьюзер для вот этих эфирных масел. Блин, говорю, я в магазин уже вышла. Тут есть один магазин домашних декораций, принадлежностей. Я думаю, может, у них тоже есть этот диффьюзер. Наверное, заеду туда, а потом уже еду куплю. Ой, ладно, не надо успеть, пока у Джульетты не начнется урок, вы же понимаете. Вот такой диффьюзер я купила. Пишет, что в 8 часов, по идее, должен работать. У нас один был, но он быстро-быстро у него выходил срок на пару часов. Но это, я надеюсь, сработает лучше. Посмотрите, что Ира привезла. Ой, и тебе надо си. Ой, 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 самый главный дегустатор пришел. Ну и что? I like it. I like it. Ого, как круто! Картошечка, котлетки, стейк, оливье, зеленый борщ. И я видела на тортик вот такое делала муссовое. Он сейчас замороженный, наверное. Не, не знаю. Или нет. А трошки уже. Подмороженный, шоколадный, залитый глазурью. Офигеть! Спасибо, яичек! Ух ты, как круто! В общем, друзья, я буду закрывать влог. У меня она собиралась достаточно материала, наверное, чтобы выпустить серию. Так что я завтра постараюсь выпустить серию. Мы теперь с Дэнни поменялись местами. Я дежурю на диване, слежу за младшими. Дэнни будет отходить у нас в спане. Так что он выходит в маске, перчатках. Он даже сегодня траву косил. Он говорит, после того, как приняла бипрофен. Скарлетт ей дала бипрофен. У нее сейчас спустилась температура. Я надеюсь, что у нее будет хорошая ночь. Потому что последние две ночи были не очень. У нее температура выше, чем у кого-либо из нас было. Так что надеюсь, что скоро она ее победит. Ну, по крайней мере, она больше не жалуется на боли ни в чем. Слава Богу за это. И когда температура уменьшается, она ест. В общем, огромное спасибо всем за вашу поддержку. Я извиняюсь, я еще не дошла до ваших комментариев. Чтобы ответить. Постараюсь это сделать. А я буду закрывать влог. Огромное спасибо за просмотр. Поддержку, комментарии, лайки, подписку и просмотр рекламы. Я желаю вам спокойной ночи. До новых встреч. И па-пай. 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 Субтитры создавал DimaTorzok